Я знаю, что многие зрители буквально ждут, когда Виктор Шендерович сам прокомментирует эту ситуацию в эфире «Воздуха». Но я коротко только сначала напомню, в чем дело. 11 мая в Вильнюсе человек, завернутый во флаг Украины, напал на Виктора Шендеровича. Я это видела своими глазами. Вот как все было. Я их убил, да? Молодцы. Спасибо вам большое за совершательный диалог. Молодцы. Спасибо. Вот, собственно говоря, это то, что я хотел. То есть не они этого хотят. Я-то хотел. Пригожду деньги заплатили? Послушайте, вы ничего не читали. Ваши квартиры под ухлопов были опасны. Выплатили, только как вы судебные решения были. Вы ничего не слышали. Читали, читали. Вы ничего не слышали. Я это объяснял в 15 раз. Понимаете? Вы, к сожалению, довольно ограниченные люди. Я пытаюсь с вами разговаривать. А ваши мальчики очень ограниченные. Я пытаюсь с вами разговаривать. Вы не считаете этих мальчиков, которые людей убивают. Вы ничего не поняли. Вот эта вся картина, знаете, я думаю, многим из вас тоже, как и мне, напомнила скорее акции такого пропутинского движения «Серп» в Москве. Самый известный, это как Петрунько, один из членов этой секты, свидетелей, любителей Путина, плеснул Навальному зеленкой в лицо. Вот это выглядело примерно так же. Кто-то плескается, кто-то тычет лицо камерой. Человек, который плеснул кетчупом в лицо писателю, не украинец. Его личность довольно быстро установили журналисты. Это россиянин, петербургский активист Влад Шипицын. Важно сказать, что Виктор Шандерович вышел сам к людям, организовавшим пикет у театра, где он выступал. Вышел узнать, за что они его стыдят. Вышел, потому что посчитал, что не может отсиживаться, что это было бы некрасиво. После того, как писатель вернулся к своим зрителям, я еще стояла на пороге, там, где все случилось. Митингующие начали расходиться, обсуждая между собой, как они повеселились. Повеселились, это я цитирую. Ну и еще говорили, что не ожидали, что Шандерович к ним выйдет, а то бы вообще. Сам Виктор Шандерович много шутил об инциденте во втором отделении концерта, а в конце зрители аплодировали стоя. После, люди стояли в очереди за автографом. Я, например, провела в ней около часа. Сегодня писатель прокомментировал случившееся для программы «Воздух». Интервью взял мой коллега Василий Азаров. Виктор Анатольевич, скажите, вы не жалеете о том, что вышли посреди концерта к пикетчикам, которые собрались у театра и не начали вообще с ним разговаривать? Ведь это к такому вот привело. Если бы я знал, да, то, наверное, бы не вышел, потому что это был аттракт, и у меня обязательство выйти на второе действие. Зрителям пришлось ждать дольше нужного, да, и, конечно, это был стресс. Вот, так что если бы знал, то, наверное, не вышел бы. Но в итоге сейчас после всего, что произошло, нет, не жалею, потому что, вы знаете, очень неприятное было чувство психологическое, что я, ну, я организаторов концерта понимаю, у них обязательства, как у меня перед публикой, да, и поэтому меня тихонечко мимо них провели в зал в начале, и могли точно так же тихонечко вывести потом. Но, вы знаете, неприятное ощущение, как будто ты прячешься от этих, да, от этих людей, как будто ты прячешься, как будто так воровато мимо них пройти. Что-то мне, что-то, что-то меня толкнуло, значит, выйти к ним поговорить. Я полагал, я переоценил свои коммуникативные, конечно, возможности, я полагал, что я могу разговаривать с любыми людьми. С людьми, наверное, да, но там были в том числе не вполне люди. Там были провокаторы. С людьми, я, кстати говоря, там был один человек, по имени, кажется, Владислав, с которым, если бы вот меня с ним без скетчупа и истерики вокруг оставить на часик-другой, я думаю, что мы бы с ним продвинулись бы, так сказать, в сторону Декарта, в сторону разговора. Он слышал, по крайней мере, он реагировал. Делились на провокаторов. Там был один просто психически совсем нездоровый человек, который все время кричал самое разное, очень громко и глупо. Там было несколько провокаторов, абсолютно расчетливых, холодных, цивичных провокаторов. И я видел у них в глазах такой охотничий блеск, предчувствие хайпа, да. Они, вот, так сказать, они меня радостно снимали, радостно задавали всякие провокационные вопросы. Эти люди были россиянами, кстати говоря. Именно провокаторы были россиянами. Но там было несколько человек украинцев, три женщины, по-моему, один вот этот парень. И это был совсем другой случай. Это не были провокаторы. Это были люди, тяжело действительно оглохшие от ненависти и вражды. Не слышащие, не видящие. Им ненависть залила глаза, так сказать, сильнее, чем мне кетчуп. Они не слышали, не видели. Они меня ненавидели заранее. Им скормили провокаторы. И присутствовавшие, и отсутствовавшие, типа Бабченко, скормили им эту отравленную котлетку. Значит, мои записи, вырванные из контекста. Они не читали меня. Они понятия не имели, кто я. Они не читали ничего. Они не видели ничего целиком. За исключением этого парня, кстати говоря, с которым, вот я и говорю, можно было, может, поговорить. Это были люди, которые просто орали и оскорбляли меня. Но к ним меньше... Так какие к ним претензии? Ну, люди какие есть. Вот, несчастные, оглохшие от ненависти, повторяю. И использованные провокаторами, конечно. А провокаторы, это дело совсем другое. Я рад, что это были не украинцы, кстати, а наши отечественные. Знакомый тип. Это нодовцы, только с другой стороны, понимаете? Это то же самое. Это те же самые мерзкие твари, провокаторы, которые нарабатывают все политический капитал. Только нодовцы нарабатывали политический капитал перед Кремлем, а эти перед Европой. Они и перед Украиной. Они демонстрируют... Один из них там порвал свой паспорт, какой-то время назад российский. Да? Вот они порвали паспорт. Этот мудачок нацепил на себя, значит, украинский флаг и майку с Азовом на животе. И вот он уже украинец, понимаете? Он, значит, украинец, а я, значит, путинская сволочь. Это делается вот таким путем. Надеванием на пивное брюхо майки с Азовом. И вот он уже, да? Вот он уже сила добра, а я уже сила зла. Это было очень выразительно. И я рад, что они идентифицированы именно как россияне. Провокационный характер произошедшего был для меня совершенно очевиден. Я разделяю, вы знаете, ну, я вижу людей. Это разные люди. И там были, повторяю, люди совершенно очевидно двух типов. И я их различаю. Я различаю провокаторов и тех, кого провокаторы использовали. Очень технично. Вторых, мне жалко. Первых, я презираю, так сказать. И прятаться от них не намерен, честно говоря. Мне кажется, они должны прятаться от нас. И надо их в этом убедить. Я надеюсь, литовская полиция убедит немножко его через какое-то время в том, что не надо поливать людей кетчупом. Я думаю, ему это попробуют объяснить. Виктор Анатольевич, эта провокация каким-то образом изменит ваши планы, ваши выступления? Может быть, вы задумаетесь о том, чтобы нанять охрану? Или, может быть, даже как-то скорректировать свои творческие планы? Ну, творческие тут вообще ни при чем. Нет, ну, вы знаете, невозможно ходить с охраной. Это, значит, пусть Путин ходит с охраной. Невозможно ходить с охраной. У меня был один случай, когда я был, прости господи, телезвездой, когда в Ростове у меня был концерт в один день с генералом Макашовым, так сказать, с группой дрессированных казаков, с их шоу «Бей жидов, спасай Россию». Вот это вот все. И мы совпали в одном городе. И мой администратор тогда, значит, концертный, потребовал охраны. И я несколько часов прожил с охраной. Я больше не хочу этого опыта. Это очень противный опыт, должен сказать. А в моем случае, ну, совершенно невозможный, конечно. Потому что, вы знаете, выходить разговаривать к людям, а никакие не есть, но все-таки люди, выходить разговаривать к людям под охраной, ну, тогда зовите меня Владимир Владимирович. Я вас понял. Правильно ли я понимаю, что вы надеетесь на сотрудничество с литовской полицией и все-таки планируете обращаться в органы вместе с организаторами концерта из-за этой провокации? Я этого делать, разумеется, не буду. Много чести для этого, значит, чувачка, чтобы я с ним судился. Вот. Но по просьбе организаторов полиция зафиксировала этого человека. Они тут же подошли с видеорегистратором. Он резко стух эскиз. Вся его бравада резко куда-то делась. Он ушел на задний план и тихонечко там дожидал, чем кончится. Он явно, ему явно, так сказать, не нравятся открывшиеся перспективы. И это будет сделано без меня силами организаторов, которые очень злые. Как на них, так и на меня за то, что я чуть не сорвал второе отделение, разумеется. Потому что я, наверное, по уму я не должен был выходить, не согласовав с организаторами. Это было в чистом виде импровизации. Организаторы настроены вполне серьезно, потому что, ну, в общем, есть правило, по которым вообще живет цивилизованный город, по каким он не должен жить. Поливание кетчупом выступающих в театре не должно становиться традицией. Вот. Повторяю, меня в этой истории нету. Я напишу все, что я про него думаю, про них думаю. Вот. Дам вот пару интервью и все. Разумеется, судиться я с ним не буду. Еще раз, несмотря на то, что Виктор Анатольевич объяснил им и чуть ранее, все равно поступают в чат вопросы по поводу реакции полиции. Давайте еще раз я ее опишу со слов организаторов этого концерта, этого выступления Шендеровича, этого гастрольного его тура по странам Балтии. Редакция «Воздуха» связалась с организациями гастролей Виктора Шендеровича. Мы выяснили, что полиция Вильнюса зафиксировала инцидент и установила право нарушителя. Следующий шаг – нужно подать заявление на Шипицына. Как это сделать юридически и грамотно, компания решит после окончания гастролей писателя. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить ему лайк, так вы помогаете нам распространять ролики и подписывайтесь на канал Ходорковский Лайф, если почему-то еще этого не сделали.